Несколько десятков байкеров собрались у здания Червонозаводского районного суда на акцию в поддержку родных и близких погибшего Олега Карецкого. Харьковчанин и его пассажир скончались в результате аварии, которая произошла два месяца назад на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. В мотоцикл Карецкого врезался автомобиль Митсубиси. Друзья байкера опасаются, что находившийся за рулем машины Андрей Русанов сможет избежать наказания. Супруга виновника ДТП является начальником горсовета, плюс вся семья там связана с горсоветом, тесть жены, тут тоже какой-то начальник. Ну и вот все это крутится там, во-первых. Во-вторых, были слухи, что они пытаются как-то что-то решить через прокуратуру, через влияние общения на органы власти. А вот у родственников погибшего Олега Карецкого опасение вызвала смена пункта статьи в постановлении суда. Это, по словам сестры мотоциклиста Олеси Марковой, сразу меняет грозящий виновнику срок – от пяти до десяти лет лишения свободы на от трех до восьми лет. В результативной части ухвалы почему-то поменялась квалификация с частью третьей на частью вторую. На мой вопрос, как так произошло, мне сказали, скорее всего, опечатка, придите на следующий день, мы вам выдадим новую. За ухвалу я приходила еще дважды. На данный момент ухвалу мне не выдали. Именно с этого вопроса началось первое заседание суда по сути. Судья Ирина Тесликова признает, в документе допущена техническая ошибка и постановляет внести соответствующие изменения в результативную часть. Следующим решением становится продление ареста. Подозреваемый Андрей Русанов останется под стражей до 11 сентября. А для обеспечения возмещения нанесенного ущерба потерпевшие подали ходатайство с просьбой наложить арест на имущество виновника ДТП. В судовом заседании прокурор, представители потерпели и потерпели протестовольное клопотание Маркова, не заперечивали. Захистник та выноваченный поклал из нарушения суд. Прислухавши донку участника криминального проведения, суд проходит до лиственников про то, что клопота не подлягает задовольному. Во время заседания прокурор озвучил обвинительный акт. В нем говорится, что водитель Митсубиси Андрей Русанов при выезде со второстепенной дороги грубо нарушил ПДД, не предоставил преимущества мотоциклу и не убедился, что его маневр был безопасным. Русанов, вновь уничтожение криминального правопорушения предбачено в части 3 статьи 286 Криминальный кодекс Украины, то есть порушение права безопасности дорожного движения, особая, которая керует транспортным заседом, сейчас председинила за гибель многих людей. Вместе с уголовным производством будут рассматриваться несколько гражданских исков. В них потерпевшие просят возместить материальный ущерб, в том числе затраты на погребение, а также моральные. Мать и сестра мотоциклиста Олега Корецкого заявили суммы в 500 тысяч гривен каждая. Мой клиент признает вину, то, что касательно совершения МДТП, он ее признает полностью. То, что касается возмещения заявленных исков, как он сказал в судебном заседании, он признает частично. То есть 100 тысяч семьи Тереховых и 100 тысяч семьи Корецкого. Это вот его на сегодняшний день такая позиция. Судья Ирина Тесликова подчеркивает, признанием вины Андрей Русанов лишил себя права на обжалование будущего решения по итогу дела в апелляционной инстанции. Следующее заседание суда назначено на 11 утра 8 сентября. Надежда Тофан, Дмитрий Герасимов, Медиагруппа «Объектив». Продолжение следует...